Я буду, ну не в родительском комитете, а защищать наших детей, председатель занимается тем спортом, а я буду защищать наших детей, потому что мы узнали ситуации, когда вы ходили в первый раз, приходят в материю, когда я слушаю, говорят, что это, зачем наши люди это понимают? Вы возглавляли. Понимаете? Нет, я понимаю, мы сама предложили, я за, я за то, чтобы ему ребенок возглавляли. Да, они предложили, и получается, вот такая микроссепа ситуация. Александр Александрович, забирай, если нет, мы прокладываем все проблемные вопросы, и мы всех порешили. Спасибо вам большое. Я понимаю, я хочу городом совместно подумать, как это будет, как это будет. Это все решаемо. Никто не подходил. Вот, видите, если бы я не подняла этот вопрос, оно бы и не было. Вы же понимаете, что вас привели сюда. Не привели, я сама пришла. Как вас зовут? Как вас зовут? Александр Витальевич, собирайте медпроцовую, все-таки, мы по плану депутатия. Я завершаю вековую, что доставлю в кабинет, что вы задумали в области. Спасибо. Спасибо. Ну что, пойдемте пообщаемся там. Вы спрашиваете? Ну, то, что сейчас говорили, это сплошная ложь. Вот он пошел, смеется, вот лежит. Видите, один. Только позавчера на меня было нападение. Директором школы, непосредственно, который является он. Этот человек позавчера, если не ошибаюсь, Артемию, Артему Щегли, заявлял о своем отношении к активистам-патриотам. Гендратьев – это вообще инородное тело в нашей области. Человек, который, когда начинаешь заниматься, я очень громад сказал, когда начинаешь заниматься, хоть спортом, хоть медициной, хоть культурой, везде торчат его уши. Наши сегодняшний пример, вот голосование по больнице моряков, это летит вот небо, и он просто не проработал. Он был обязан его со всех сторон от работы здесь доложить. Давайте, может, по вашей теме? Вот по нашей теме, значит, полгода создана федерация. В ее состав входят юристы, известные. Я так помню, слышал, что я возглавляю его. Аточник входит туда, Степанов, Павел, известный, наверное, всем. Туда входят два опытных тренера. У нас, вот, это единственный тренер в Украине по теннису на колясах. Единственный, он прошел стажировку у нас, все тренировки, мы не сделали практику на стажировку. И у нас сейчас создается, мы пытаемся создать первую в Украине группу для детей-колясочников. Тем более, Кабмин, по-моему, по-моему, еще дети имеют право заниматься в продуктовейных спортивных школах. Но, это не нравится Кабмину Кедратьеву, это не нравится Садовскому. Вот они всеми путями, вот и я могу вам, короче, в марте. Смотрите, я вот зачем, я люблю, говорится, с документами работать. Вот мы обратились еще к Садовскому. Можете фотографировать, пожалуйста. 21 апреля, а я вам ответ покажу, я не буду рассказывать, я просто покажу ответ. Ответ ни о чем, понимаете? Мы обращаемся, чтобы выделить, что он нам отвечает. Смотрите, смотрите, ответ ни о чем. После этого пришлось обратиться в облраду, облрада вынесла на комиссию. Вот у меня есть решение профильной комиссии, тоже под нас, документы. Я люблю работать с документами, отвечать за свои слова, выделить полторы ставки тренера в школу. Учебный год начинается 1 сентября. Кедратьев умышленно, умышленно, подчеркиваю, не выносит этот вопрос на бюджетную комиссию. Я пошел к депутатам, я их не сдал, придержу документы. Бондарь Александр Александрович, вынесли на бюджетную комиссию. Они проголосовали. Но господин Барна сейчас сказал, а я подпишу, когда сессия закончится, решение комиссии. Учебный, что это, эта комиссия была позавчера, чтобы это не попало на сессию. Понимаете, откровенный саботаж. Откровенный саботаж. Не знаю, кто ли фамилия моя не нравится, не знаю, кто ли детки не нравится. Это мы же не можем всех привести, у нас еще дети. Риша, сколько у тебя сейчас детей? Восемь. Восемь. Он даже не знает, что на ставку тренера положено пять черт-пять, спинальников пять. По обстановке пять, это определенных шесть, а спинальников пять человек всего положено. Он не знает, что по положению Одесской спортивной школы на комплектование группы тренеру дается месяц. Никаких заявлений написать не должны. Пришел тренер на работу, он должен в течение месяца набрать группу сеть. Не набрал, до свидания. Человек не владеет, человек не профессионал, понимаете? Я вообще, значит, наверное, за последние 15 лет, это самый плохой вице-губернатор гуманитарным вопросом. Я врач, я, это самая гуманная профессия. Ну, понимаете, для меня дико, когда зам по гуманитарным вопросам вообще не обладает гуманитмом. Ему, на нашу область ему наплевать, это позор нашей области. В этом я с ними согласен. Спасибо. А глава областного совета, как вы сказали? Она у нас, я не хочу ее втягивать, потому что мы и так в нее бедную все ретят. Да, вы же и спрашивали. Ну, вот мне даже слова не дали. Вы видели наши отношения? У нас чисто рабочие отношения. Мне даже слова не дали. Хотя, хотя в открытую, ну, морально, больше морально. Вот у нас было открытие, презентация федерации. Приезжал, ой, премьер, приехал член правительства Молдовы, бывший министр спорта. Виктория Викторовна его приняла, а Кендрайтер принимать, за ровно сообщений, когда не было, Нинадий отказался принимать. Ну, вы готовите с ним на какой-то конструктив? Я считаю, что самый большой конструктив для Николаевской области, это будет, когда Кендрайтер ее покинет. Это самый большой конструктив. Хорошо. А по поводу тех публикаций, которые были в Фейсбуке, Кендрайтер там публикал фотографии, что на своем деле... Да, что вот, иди сюда, вот, вот ходячий мальчик, это тренер колясочек, он обязан ходить, ну, как, ну, он обязан коляски, он учить, как же он их научит. Это то же самое, что с тренера по мотоболу требует не садиться на мотоцикл. Ну, человек, понимаете, профан, профан, полный профан. Я не знаю вообще, как таких людей назначают такие должности. Для меня это дико. Вот Вячеслав Валентинович, он еще пошел, он профессионал. А Кендрайтер, я не знаю, как-нибудь не врядом сидите. Он полный ноль, он ноль. Зачем вы такие раздаетесь? Ну, почему? В чем? Ну, память? Я помню его конкурс, когда был, его профессионализм. Боня теперь будет ждать, пока идем, чтобы зайти обратно. Это точно, это точно. Хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, заявки вы подавали, которые Виталий Зинович вам сказал при есть... А мы не обязаны, это нарушение закона. Он требует от нас то, что не предусмотрено законом. Не предусмотрено законом. Вот мои наши заявки, вот как я вчера расписывал. По пытанию, чтобы вы не загадывали.